Солнце только что взошло, но уже палило немилосердно. Серебристо-голубое небо было безоблачно. Океан неподвижен. Медуза была уже на 20 километров южнее Буэнос-Айреса. По совету Бальтазара якорь бросили в небольшой бухте у скалистого берега, двумя уступами поднимавшегося из воды. Лодки рассеялись по заливу. На каждой лодке, по обычаю, было два ловца. Один нырял, другой вытаскивал ныряльщика. Потом они менялись ролями. Одна лодка подошла довольно близко к берегу. Ныряльщик захватил ногами большой обломок кораллового известняка, привязанный к концу веревки, и быстро опустился на дно. Вода была очень теплая и прозрачная. Каждый камень на дне был отчетливо виден. Ближе к берегу со дна поднимались кораллы, неподвижно застывшие кусты подводных садов. Мелкие рыбки, отливавшие золотом и серебром, шныряли между этими кустами. Ныряльщик опустился на дно и, согнувшись, начал быстро собирать раковины и класть в привязанный к ремешку на боку мешочек. Его товарищ по работе, индеец Гурон, держал в руках конец веревки и, перегнувшись через борт лодки, смотрел в воду. Вдруг он увидел, что ныряльщик вскочил на ноги так быстро, как только мог, взмахнул руками, ухватился за веревку и дернул ее так сильно, что едва не стянул Гурона в воду. Лодка качнулась. Индеец Гурон торопливо поднял товарища и помог ему взобраться на лодку. Широко открыв рот, ныряльщик тяжело дышал. Глаза его были расширены. Темно-бронзовое лицо сделалось серым. Так он побледнел. Акула? Но ныряльщик ничего не мог ответить. Он упал на дно лодки. Что могло так напугать на дне моря? Гурон нагнулся и начал всматриваться в воду. Да, там творилось что-то неладное. Маленькие рыбки, как птицы, завидевшие коршуна, спешили укрыться в густых зарослях подводных лесов. И вдруг индеец Гурон увидел, как из-за выступавшей углом подводной скалы показалось нечто похожее на багровый дым. Дым медленно расползался во все стороны, окрашивая воду в розовый цвет. И тут же показалось что-то темное. Это было тело акулы. Оно медленно повернулось и исчезло за выступом скалы. Багровый подводный дым мог быть только кровью, разлитой на дне океана. Что произошло там? Гурон посмотрел на своего товарища, но тот неподвижно лежал на спине, ловя воздух широко раскрытым ртом и бессмысленно глядя в небо. Индеец взялся за весла и поспешил отвезти своего внезапно заболевшего товарища на борт медузы. Наконец ныряльщик пришел в себя, но как будто потерял дар слова, только мычал, качал головой и отдувался, выпячивая губы. Бывшие на шхуне ловцы окружили ныряльщика с нетерпением, ожидая его объяснений. «Говори!» — крикнул, наконец, молодой индеец, тряхнув ныряльщика. «Говори, если не хочешь, чтобы твоя трусливая душа вылетела из тела!» Ныряльщик покрутил головой и сказал глухим голосом. «Видал морского дьявола!» «Его!» «Да говори же, говори!» — нетерпеливо кричали ловцы. «Смотрю, акула!» «Акула плывет прямо на меня!» «Конец мне!» «Большая, черная, уже пасть открыла!» «Сейчас есть меня будет!» «Смотрю, еще плывет!» «Другая акула!» «Дьявол!» «Каков же он?» «Голова у него есть?» «Голова?» «Да, кажется, есть!» «Глаза по стакану!» «Если есть глаза, то должна быть голова!» уверенно заявил молодой индеец. «Глаза к чему-нибудь да приколочены!» «А лапы у него есть?» «Лапы, как у лягушки!» «Пальцы длинные, зеленые, с когтями и перепонками!» «Сам блестит, как рыба чешуей!» «Поплыл к акуле!» «Сверкнул лапой шарк!» «Кровь из брюха акулы!» «А какие у него ноги?» «Спросил один из ловцов!» «Ноги!» «Пытался вспомнить ныряльщик!» «Ног совсем нет!» «Большой хвост есть!» «А на конце хвоста две змеи!» «Кого же ты больше испугался?» «Акулы или чудовище?» «Чудовище!» «Без колебаний ответил он!» «Чудовище!» «Хотя оно спасло мне жизнь!» «Это был он!» «Да, это был он!» «Морской дьявол!» «Сказал индеец!» «Морской бог, который приходит на помощь бедным!» «Поправил старый индеец!» Эта весть быстро разнеслась по лодкам, плававшим в заливе. Ловцы поспешили к шхуне и подняли лодки на борт. Все обступили ныряльщика, спасенного морским дьяволом. И он повторял, рассказывая все новые и новые подробности. Он вспомнил, что из ноздрей чудовища вылетало красное пламя, а зубы были острые и длинные, в палец величиной. Его уши двигались, на боках были плавники, а сзади хвост, как весло. Педро Зурита, обнаженный по пояс, в коротких белых штанах, в туфлях на босу ногу и в высокой широкополой соломенной шляпе на голове, шаркая туфлями, ходил по палубе, прислушиваясь к разговорам. Чем больше увлекался рассказчик, тем более убеждался Педро, что все это выдумано ловцом, испуганным приближением акулы. Впрочем, может быть, и не все выдумано. Кто-то вспорол акуле брюхо, ведь вода в заливе порозовела. Индеец врет, но во всем этом есть какая-то доля правды. Странная история, черт возьми. Здесь размышления Зуриты были прерваны звуком рога, раздавшимся вдруг из-за скалы. Этот звук поразил экипаж медузы, как удар грома. Все разговоры сразу прекратились. Лица побледнели. Ловцы с суеверным ужасом смотрели на скалу, откуда донесся звук трубы. Недалеко от скалы резвилось на поверхности океана стадо дельфинов. Один дельфин отделился от стада, громко фыркнул, как бы отвечая на призыв, на призывный сигнал трубы, быстро поплыл к скале и скрылся за утесами. Прошло еще несколько мгновений, напряженного ожидания. Вдруг ловцы увидели, как из-за скалы показался дельфин. На его спине сидело верхом, как на лошади, странное существо. Дьявол, о котором недавно рассказывал ныряльщик. Чудовище обладало телом человека, а на его лице виднелись огромные, как старинные часы луковицы, глаза, сверкавшие в лучах солнца, подобно фонарям автомобиля. Кожа отливала нежным голубым серебром, а кисти рук походили на лягушачьи, темно-зеленые, с длинными пальцами и перепонками между ними. Ноги ниже колен находились в воде. Оканчивались ли они хвостами, или это были обычные человеческие ноги, осталось неизвестным. Странное существо держало в руке длинную витую раковину. Оно еще раз протрубило в эту раковину, засмеялось веселым человеческим смехом и вдруг крикнуло на чистом испанском языке «Скорей, лидинг! Вперед!» Похлопало лягушачьей рукой полоснящейся спине дельфина и пришпорило его бока ногами. И дельфин, как хорошая лошадь, прибавил скорость. Ловцы недовольно вскрикнули. Необычный наездник обернулся. Увидев людей, он с быстротой ящерицы соскользнув с дельфина, скрылся за его телом. Из-за спины дельфина показалась зеленая рука, ударившая животное по спине. Послушный дельфин погрузился в воду вместе с чудовищем. Странная пара сделала под водой полукруг и скрылась за подводной скалой. Весь этот необычный выезд занял не более минуты, но зрители долго не могли прийти в себя от изумления. Ловцы кричали, бегали по палубе, хватались за голову. Индейцы упали на колени и заклинали Бога моря пощадить их. Молодой мексиканец, от испуга влез на грудь мачту и кричал. Негры скатились в трюм и забились в угол. О ловле нечего было и думать. Педро и Бальтазар с трудом водворили порядок. Медуза снялась с якоря и направилась на север. Медуза снялась снялась. Медуза снялась. Медуза снялась. Медуза снялась. Медуза снялась. Медуза снялась. Медуза. Медуза снялась.